жизнь наша она не может быть идеальной приори потому что жизнь так устроена жизнь так устроена так вот задают вопрос отвлекемся от темы сильно помогли до здоровья всем рекомендую также возникает из-за тревоги из-за тревоги как справиться с фобией если все понимаешь и выдерживаешь но страх остается с фобией страх остается смотрите при фобии 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 страх остается дело в том мозг тренируется двумя способами это убеждение то бишь проговаривание и поведение поведение то бишь действие наше вот так тренируется мозг поэтому вы если все понимаешь фобия скажите пожалуйста а какая у вас фобия фобией смотрите первое мы идем в ситуацию мы идем в ситуацию и второй момент то бишь боишься собаки идешь к собаке мы идем в этот страх и второй момент нам нужно говорить себе как бы с как с какой с каким словом с какой идеей мы туда идем ты идешь выдерживаешь и сам как бы проговариваешь мозгу объясняя ему что в этом страшного ничего нету трясутся руки не могу проглотить пищу она связана боюсь есть в общественных местах трясутся руки и не могу проглотить пищу а а страх страх какой страх чего страх что на вас смотрят или какой у вас страх то бишь продлите дальше свою вот эту идею что вам транслирует мозг что случится в общественном месте где вы принимаете пищу что он вам транслирует какой страх страх подавиться умереть или страх как бы на меня смотрят меня обсуждают какой в этом в этом вот общественном месте у вас страх страх чего пока не пишут смотрите что делаем мы идем идем туда чего боимся страх позора страх позора вот у вас есть вот у вас есть ошибка в мышлении ошибка в мышлении заключается в том что вы думаете что про вас думают правильно как бы что все люди которые находятся кругом вас все как бы на вас смотрят и вас все обсуждают да юлия вот это у вас происходит вот этот момент называется персонализация мое волнение вот это называется персонализация сейчас я вам приведу на примере женщина склонная в личных таких аспектах она выходила из дому и думала что все мужчины на нее обращают внимание понимаете но но давайте разберем этот момент вот это называется также еще переплетено с чтением мыслей скажите мне юлия пожалуйста откуда вы знаете что могут думать эти люди мы же не можем человеку залезть в мозг и узнать что он думает верно вот этот момент вашей ошибки мышлений на самом деле всем окружающим людям как правило до другого человека очень далеко они на это даже не не обращают внимание если даже на вас там кто-то смотрит он думает про свое он просто как бы взгляд наведен на вас но он например думает что ему там нужно решить некие задачи понимаете вот это ваша неверная трактовка ситуации она и вызывает у вас тревогу поэтому когда поэтому возьмите и оспорьте эту ситуацию что люди которые находятся вокруг меня им далеко далеко как сказать без разницы я не про вас даже не думают понимаете это просто вы так думаете что они про вас думают вот теперь поняли что как бы на меня все обращают внимание и заметят вот что я волнуюсь и вот это здесь же привязывается момент катастрофизации может привязаться и все что я вот трясусь они про меня подумают что я там больно это особенно человек еще при окры при окры он 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 верит в то что с ним что-то не то что вот у него чего-то с головой как бы такой момент немного я схожу с ума даже есть люди которые свято верят в то что они сходят с ума понимаете и поэтому как бы трактуя вот эту свою ненормальность вот эту тревогу проявление тревоги для реализации вот помутнения либо человек начинает пытаться подумать в тревоге и он все время сфокусирован на своих мыслях вот он начинает думать а подумать не может и он думает ой а почему я не могу подумать если я не могу подумать значит у меня чего-то с головой а а если вот мысль связана чего-то с головой значит у меня там что-то куху я начинаю сходить с ума понимаете дело в том что человек находящийся в тревожном расстройстве там идет вот буквально цепочек ошибок в мышлении первое это неправильные трактовки то бишь из-за ошибок мышлений и от незнания людей понимаете а мозг наш так устроен если он не знает ответ на некую ситуацию то он начинает тревожиться и вот получается человек не осознавая этого делая неправильные выводы произвольное умозаключение называется то бишь смотрите ваше заключение вот это умозаключение оно не имеет фактов понимаете это вы всего лишь так подумали но то что мы думаем это не факт понимаете а факт это то что происходило например происходило с кем-то вот оно так было и как бы вот это есть факт понимаете а вот на примере сейчас приведу вот молодой парень он верит в то что он может сойти с ума но он верит из-за того потому что он не знает что по данным ВОЗа ВОЗ Всемирной Организации Здравоохранения ни одного случая человека имеющего тревожное расстройство то бишь относим туда и ОКР там и биполярку вот это все не сошло с ума это невозможно но человек не зная этого он начинает верить неправильно трактуя вот эти ситуации что он сходит с ума понимаете вот вот как оно происходит и трактуя неправильно эти ситуации ты начинаешь сам себя запугивать как бы вот ты начинаешь сам себя запугивать своим мышлением понимаете вот как оно происходит и поэтому поэтому когда вы следующий раз пойдете в столовую когда приходят эти мысли которые вызывают у вас тревогу вы просто как бы оспариваете их обстанавливаете и обсуждаете что это не так как они вам это транслировали как вы думали раньше понимаете и вот так постепенно 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 вы меняете свое убеждение меняя свое убеждение у вас будет уходить и тревога понимаете вот как оно происходит вот так еще если есть задаваются вопросы сейчас так пойдем дальше если не могут написать вопрос нажмите кнопочку подписаться многие не могут написать за того что не подписаны нажмите подписаться кнопочку и вы сможете писать сообщение вот мой коллега рассказал как там вот в интернете сделать так чтобы можно было писать сообщение так еще сейчас вернусь а к такому моменту как преувеличение и преуменьшение этот момент он то есть драматизация вот к этому относятся катастрофизация максимализм особенно это встречается уже в тот момент когда человек находится уже таком депрессничке депрессивном состоянии вот там очень хитрая ловушка мышления происходит в депрессивном таком состоянии человек то есть мозг начинает фокусироваться на негативных моментах игнорируя позитивные моменты то бишь начинается такой момент избирательного мышления сосредоточения и раздувания негативных моментов и преуменьшения как бы обесценивание позитивных моментов ты как бы даже можешь ну вот сейчас приведу на примере например молодая девушка снова вернемся к девушке молодая девушка считает она находится немножко в депрессивном состоянии считает себя некрасивой там по каким-то критериям вот я полная я не 60 90 60 по моему такая принятая конфигурация девушки 60 90 60 90 вот и она начинает попадает в такую ловушку негативного мышления и она начинает видеть в себе только негативные вот моменты вот здесь вот здесь я полная мои бедра полные вот у меня например маленькая грудь понимаете а то что у нее например ровненькие и красивые ножки она этот факт игнорирует она его как бы не замечает а именно ее мышление фокусируется на негативных моментах и вот человек так постепенно вкручивается дальше в депрессию потому что мозг чем он больше 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 фокусируется на негативном соответственно вот эти моменты влияют на наш эмоциональный фон возникает такое чувство подавленности и человек постепенно 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 скатывается с легкой все глубже 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 в депрессию также происходит такой момент обесценивание положительно фокусировка на негативном например коллега по работе этой девушки говорит ой какие у тебя у тебя прекрасные ноги вот делает как бы ей комп комплимент но девушка она как бы сама не понимая этого обесценивает этот факт ой что там ножки вот у вали красивая талия и грудь вот это да понимается то бишь это такой хитрый момент мозга быстро и четко обесценить положительное и сразу же сфокусироваться на негативном вот как работает избирательное мышление вот этого обесценивания и как бы и фокусировка на негативном когда человек находится находится уже в депрессивном таком состоянии поглощаясь постепенно постепенно в депрессию и вот когда я выходил я замечал эти моменты почему я всем объясняю очень важно очень важно на ранних стадиях заметить вот через две недельки у тебя как бы нету положительного опыта ты находишься в этом состоянии ты находишься в этом состоянии и ты погружен постоянно в тревогу постоянно тревожно депрессивном состоянии и у тебя получается у тебя получается мало серотонина и уже вот работает это негативно депрессивное мышление мышление и когда ты начинаешь выходить то у тебя получается моментами по чуть-чуть пульс 90 страх за сердце что мне делать так смотрите у вас пульс 90 у меня был у меня был 120 моментами 100 120 прыгал вот и давление было там 180 на 120 200 на 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 120 надо вот вот такие у меня были моменты пульс смотрите у меня есть ролик про давление найдите он короткий на ютубе найдите этот ролик и вы поймете поймете как с этим работать дело в том что когда у нас даже как не быть постоянно пульс беспокоит дел узи все все норма норме вот посмотрите ролик я там рассказываю смотрите вот это все состояние 90 пульс там 100 100 пульс давление там 180 на 120 это в принципе мы виртуальные спортсмены только мы не бегаем мы как бы мозгом тренируемся более понятно и подробно вы увидите в моем ролике я там рассказываю про это что с нами происходит более подробно потому что это займет много времени вы там поймете там по моему ролик называется постоянное измерение постоянное измерение давления вот там вы найдете ответ вот вашей зацикленности на пульсе на сердцебиении вот там вы поймете вот так 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 на чем-то мы остановились до на девушки которая на тревожно больше депрессивном мышлении на депрессивном мышлении способность универсальная мозга как бы игнорировать не замечать хорошая и фокусироваться на плохом еще вот на примере приведу чтобы вы понимали что такое избирательное мышление молодая девушка мечтает себе купить телефончик в таком розовом оформлении то бишь скажем так розовый телефончик и вот она все время думает про этот розовый телефончик и соответственно когда она выходит на улицу идет по улице мимо ее проходят люди и ее взгляд он фокусируется именно на тех людей у кого в руках есть схожие телефончики то есть вот с этим розовым оттенком то есть ее взгляд это называется избирать избирательное мышление ее взгляд падает постоянно на вот эти розовые телефончики у кого они есть вот примерно так работает наше негативное мышление когда мы находимся в депрессивном таком состоянии депрессивном состоянии наш мозг постоянно будет думать про плохое он постоянно будет фокусироваться на плохом вот как это работает и поэтому фокусация нашего мозга на плохом соответственно хорошего нету он мы не отмечаем эти хорошие моменты постепенно 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 мы продолжаем дальше просаживаться все глубже и глубже в депрессию вот в это депрессивное состояние в депрессию так еще 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 какие ошибки есть мышление да еще раз повторюсь я вначале говорил что ошибки в мышлении у человека будут переплетаться ошибка в мышлении будет не одна и будто там 356 соответственно вот переплетение этих ошибок в мышлении это и есть полностью наше наше неправильное мышление как я люблю говорить задается себе вопрос а почему я думаю так как я думаю понимаете потому что человек не знает что можно думать по другому он просто этого не осознает он этого просто не понимает что свое мышление можно поменять этого люди большинстве своем большем своем количестве не знают но благо сейчас вот есть интернет и ютуб ютубы соответственно появляется смотрю все больше 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 информации вот именно связанной с психологией потому что это сейчас актуальная очень тема психология потому что 2000 2000 30 первому году по данным воза это всемирная организация здравоохранения путем анализа они пришли к выводу что в 2031 году психические расстройства займут первое место то бишь эта проблема станет займет первое место в мире это получит эти расстройства получат очень такие масштабные объемы будет сродни такого бич нашего 21 века вот эти психические расстройства поэтому все кто меня смотрят вас не мало вас не мало потому что когда я попал свое время я думал что я один такой больше таких людей нету на то время не было как бы по моему ну по крайней мере у меня в семье не было такого компьютера был какой-то старенький дочка играла я не знал что такое youtube и я абсолютно не понимал что со мной происходит и там обращался уже потом последствий каким-то психологом никто ничего толком не объяснял тебе просто выписывают вот тупо извиняюсь за выражение тупо препараты пей и все а что пей для чего пей а что с тобой происходит а никто ничего как бы не говорил и ты вообще не понимаешь что с тобой творится и что с тобой происходит но видите эта тема становится все актуальнее актуальнее поэтому и поэтому здесь один из главных моментов аспектов это информация информация потому что мозг устроен так чем когда мы что-то узнаем то у нас и пропадает перед этим страх понимаете так устроит наш мозг и поэтому как вот только я юлии дал ответ понимание как отработать эту ситуацию она сразу же поняла что вот она то и думала что все люди на нее смотрят она в это верила просто иными словами на в это верила но на самом деле это не так и когда она это осознала то вот она уже осознала у нее уже страх этот понизился вот эта тревожность и теперь ей остается отработать это убеждение то бишь путем оспаривания старого убеждения и все она выровняет вот эту ситуацию вот такие моменты так и еще ошибки в мышлении ошибки в мышлении да еще есть такой момент когда люди люди особенно на на приукэре человек не видит среднего у человека получается 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 как бы ну вот это тоже на она как бы привязывается черно-белому мышлению либо либо много либо как бы мало либо я большой либо я маленький а вот среднего как бы человек не видит просто получается такая вот тоже конгнитивные такие искажение и вот такие тоже моменты ошибок вот в мышлении так при увеличении что еще так наклеивание ярлыков я вам рассказывал так и смотрите что делать ошибки свои в мышлении нужно самому отслеживать вот например у вас происходит ситуация потом будет обязательно мысль после мысли будет происходить уже мысль отражаться в эмоцию в эмоцию и вот ваша задача когда происходит ситуация потом вы чувствуете в себе некое некое проявление вот это психосоматическое скажем так и ваша задача отловить эту мысль и понять исправить вот это начинать исправлять вот это свое неправильное убеждение в которое вы верили ранее но я вам еще скажу вот это все ну то так переплетено она так переплетено как паук утка будто навил паутины все так хитро завязано замотано закручено закопано что самому самому когда нормально ты просевший тяжело тяжело в этом разобраться потому что ты зачастую даже попадаешь и ты не осознаешь что ты попал вот в эти как бы свои ошибки мышления понимаете вот как я говорил раньше в руминацию ты попадаешь и крутишься вот в этом в своем например тревожном мышлении в своей катастрофизации крутишь 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 и ты даже не догадываешься что ты вот попал в эту катастрофизацию то есть вот это катастрофическое мышление тревожное вот это так 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 что вам еще рассказать еще рассказать на вот эти схемочки есть схемочки есть вот я вам сейчас покажу в экран ну вот эта таблица вот это abc abc которую любят все все психологи особенно я смотрю в ю тубе вот разбирается bc разбирается вот abc слова видно да видно только она перевернута нет нет вот я вам покажу табличку вот эту abc разбирается bc вот по этой табличке если сам не можешь в голове как бы это отрабатывать то разбирается таблица но ближества но но я таблицей не пользовался я вообще писал немного а как бы я записывал что на что я делаю и я как бы доходил сам складывая замечая как оно происходит что происходит вот осознавая и дело это как бы все в мозгу в мозгу я ничего не расписывал не сидел там как предлагается там вылови ту мысль вот ты ходишь по улице как бы вылови ту мысль а потом эту мысль принеси домой вот куда ее эту мысль положить правильно вот вы находитесь на улице а куда мне эту мысль например записать вот я заметил эту мысль но чтобы мне ее расписать как предлагается вот в таблице abc не же эту мысль надо ли как-то запомнить или как-то куда-то в карман положиться когда ты находишься вот на этой тревоге то тебе вот запомнить вообще как бы невозможно вот она пришла потом ты уже и забыл какая у тебя мысль была про что ты думал вот такие вещи происходят поэтому поэтому приходилось совсем справляться как я говорю на ходу на ходу осознавать анализировать путем анализа главное смотрите я вам всем скажу главная задача это научиться делать само анализ само анализ то есть возвращаться обратно и анализировать как это было что вы сделали как это произошло вот вот это самая главная вещь которой нужно научиться научиться то бишь формировать свой интеллект без этого без этого возможно ли выйти из тревожного состояния кто-то из вас задаст вопрос нет нетрудно на этот вопрос ответить если в легком может возможно выйти но судя из своего опыта когда ты уже вкручен полностью когда у тебя уже в мозгу это одни твои там ошибки мышления вот это нейросеть она там полностью состоит вот с этого всего мышления что я вам перечислял перед переплетенного там и вот попробуй ты исправь это мышление если ты не научишься понимать анализировать и исправлять это мы можем исправить только тогда когда мы заметим проанализируем и следующий раз мы это действие как бы мы уже сделаем по-другому по-другому вот так это работает поэтому анализ вот это и формирование интеллекта это одна из главных задач и второй момент это информация я но не та информация как основная основная масса вас ее ищет это заходит в чаты и начинают там перебирать кто что написал кто что сказал там вот эти отзывы так называемые маша пишет кпт это ерунда я занималась а там три месяца кпт мне ничего не помогло пейте вот таблетки там жменями и привыкнете вот так вот жить но маша сделала то выводы только со своей ситуации мы же не знаем маша у как у кого она кпт там занималась как она относилась к этому может ей давали задание а маша сидела и и гоняла вот эти свои тревожные мысли и при этом ничего не делала и потом маша пишет вот такой отзыв и вы туда заходите читаете и тут же сразу рубашку налаживаешь на себя а вот маша не вышла а значит это все наверное бесполезно и и второй момент вот это есть ошибки в мышлении происходит обесценивание даже если вы тренировались если вы тренировались то первые результаты они маленькие но первые результаты они появляются через 2-3 недели через 2-3 недели они маленькие но появляются но их тяжело заметить потому что у нас негативное мышление и мозг как бы не замечает вот эти положительные моменты и здесь нужно тренировать мозг вот этому избирательному мышлению и как я говорю вот этому анализу тогда мы начнем замечать но вот вернемся с этим к этому моменту с машей и как только вы прочитали вот этот отзыв маши которая написала что там кпт это все ерунда я вот занималась и мне это не помогло и все и пейте таблетки и здесь же у вас сразу такое называется момент психологии примере чужую рубашку и здесь же у вас сразу будет срабатывать ваше тревожное мышление и вот эти мысли мозг говорит ой ничего не получится вот у маши не получилось и значит все это ерунда и ничего не пробуй ничего не делай и вот она у вас как бы как вам сказать как взять как бы как говорится за голову и окунуть в воду вот сразу же у вас буль туда и вы все вы все сразу в этом состоянии но возвращается у вас тревога вот это то бишь это для вас стрессовая ситуация и все и вас погнала покрутила вот поэтому почему я говорю что не лазьте не лазьте по чатам по чатам и не читайте не читайте отзывы и не читайте отзывы людей как бы я имея не воспринимать но здесь же тоже интересный момент не воспринимать вот эти негативные отзывы людей потому что они как бы ну не отражают правды как я вам уже рассказал по ситуации понимаете вот так 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 то что 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 вам еще рассказать как бы задавайте еще вопросы задавайте еще вопросы что вас интересует что вас интересует чтобы вы еще хотели узнать выдерживаешь на страх остается ну вот на этот вопрос ответил так сегодня мало у нас присутствует на канале 9 человек после работы люди ну вы разные наверное часовые пояса поэтому получается кто-то кто-то еще домой не доехал кто-то еще в дороге едет кто-то уже дома кто-то уже и спать наверное пошел потому что да у нас аудитория очень большая охватываем весь мир смотрят с разных континентов с разных стран пока еще немного но как немного вот у нас уже наша с вами аудитория практически тысячи человек тысячи человек то ну как чем скажем сравнить вроде бы и много вроде бы немного но уже тоже у нас хорошая компания вот 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 про эти ошибки мышления сегодня я вам рассказал сегодня я вам рассказал их очень легко можно найти сейчас в интернете хватает вот этих информации ошибки в мышлении вот это одни один из моментов которые на нас приводят вот в эти тревожное состояние тревожное состояние и вот путем отслеживания вот этих мыслей путем отслеживания этих мыслей потому что после этих мыслей будут возникать у вас эмоция и видя как какую мысль какие слова вы применяете а формируем мы мы такие убеждения они формируются у нас как правило из детства как правило из детства то есть и социума ребенок ребенок он учится социума то бишь в основной своей массе это мы получаемся учимся с родителей большинство нас учится с родителей потому что мы в детстве с ними проводим очень много времени и поэтому мы ребенок он смотрит на родители и как бы эти ситуации он запоминает вот например как бы еще такой вот момент когда мама дочки вот мама тоже скажем так тревожный человек там перфекционистка должествование все вот это у него переплетено их называют мамочки гипер гиперопека вот эти моменты называют когда твой ребенок например залазит на диван а вы ему говорите миша не лезь туда упадешь ногу ударишь это больно и вы чтобы ребенок не делал вы его как бы оттуда отрываете вы ему влаживаете в мозг такое убеждение что мир опасен чтобы он не хотел сделать мы нельзя не надо не ходи там упадешь там нос разобьешь там цел ударят там тебя обидят и вот постоянно ребенку повторяя 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 это у него тоже формируется в мозг встраиваются вот эти убеждения а вы сами знаете то что долго говорить то мы начинаем в это верить и вот так мы неосознанно родители формируют у ребенка уже с детства вот такое такой тревожный характер тревожный характер когда у тебя в мозгу уже сформировано вот это мышление что там опасность там опасность там опасность и и в целом мозг воспринимает всю окружающую среду то бишь весь наш мир что это одна большая опасность а если мозг это так 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 трактует то он начинает держать нас постоянном напряжении то есть постоянной тревоги куда бы мы ни шли в его трактовки мозга что там опасно там опасно куда бы ты не пошел магазин пошел у мозга там опасно там тебя ударят там тебя обидят в авто идешь ехать на маршрутку мозг тебе транслирует там опасно там тоже самое тебя обидят и вот так формируются вот эти наши так называемые вот эти способы мышления вот как это происходит а дальше конечно когда мы находимся на тревоге у нас такой способ мышления тревожно-мнительные чем и нас больше 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 как бы разбивает нашу веру убеждение это формируются все сильнее укрепляются у нас мозгу сильнее 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 соответственно мозг сильнее в это верит мы сильнее в это верим и уже попадаем такой момент постоянной тревоги тревоги кстати тревога тоже она потом начинает уже как бы мышление влияет на нашу тревожность и тревожность на наше мышление и здесь уже постоянно тревога она тоже влияет на наше мышление и вот так мы теряем свою веру в себя мы становимся абсолютно неуверенные люди то есть как говорят тревожно-мнительные тревожно-мнительный человек потому что ты до того тебя тебя вот это разбалансирует что ты даже потом в простых вещах не можешь принять решение вот например у тебя стоит задача можно сделать так можно сделать так или ты не можешь принять решение как тебя сделать или так или так или так или так понимаете то есть вот происходит такая неуверенность кстати вчера смотрел фильм российский как-то он назывался вот он показывали такого мужчину перфекциониста которому нужно было все время точно знать даже звонил там какой-то был вопрос и его соперник разуверен и он звонил своему знакомому чтоб точно узнать как было написано в той книге вот у него была неуверенность он говорил одно а его знакомый говорил второе и он настолько неуверенный в себе что он перезванивал это как момент вот перфекционизма идеальности знать точно точно вот и при укр и при укр и встречается тоже такой момент такой момент человеку нужно знать точно то есть ему нужно точно подтвердить себе свою нормальность понимаете как это происходит поэтому он свою нормальность и убедиться что это так поэтому встречается такой момент при укр и это постоянных перепроверок человек постоянно перепроверяя закрыл дверь не закрыл там ну вот один из моментов из расстройства укр и это постоянно нужно человеку подтверждение как один из моментов своей вот этой нормальности либо убедиться в том что он там что-то дверь закрыл не закрыл выключил утюг вот он все время перепроверяет а вот эти перепроверки кстати при укр и они и перепроверка она формирует обратный такой момент она больше разубеждает человека то есть она больше разбивает в нем уверенность чем больше перепроверяешь тем менее уверенность становится вот как это работает и поэтому при укр и нужно как бы заканчивать делать перепроверки перепроверки вот так 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 допишите если если у вас есть какие-то вопросы вопросы пишите я вам попробую ответить потому что как бы про ошибки в мышлении вот вроде бы их их там как бы больше конечно ну я так основные вам одни из основных рассказывал пытался на примерах чтобы вы понимали понимали как это работает вот и поэтому теперь пишите вопросы если у вас на данный момент есть у кого-то какие-то вопросы у кого-то какие-то вопросы не сможете написать подписывайтесь да знаете новых видео нажимаете обязательно на колокольчик вам всегда придет оповещение когда есть новый вот лаур есть если не можете написать то подписывайтесь тогда сможете написать и чтобы знать когда будут например новые ролики либо прямые эфиры нажимаете колокольчик нажимаете колокольчики тогда вам к вам будут приходить оповещения о наших новых трансляциях сейчас зима трудновато раньше на природе делали а сейчас нужно помещение вот не имеем такой возможности в плане в плане финансовом поэтому вот у знакомого попросили здесь как бы вечер провести прямой эфир потому что давно не были как бы вот такой вариант использовали такую возможность такой постоянной базы как бы который который бы нам можно было работать проводить прямые эфиры там нарезать информацию разложить все ролики мы так и не можем их посортировать по например там тревога депрессия тубик их не можем рассортировать потому что нет у нас возможности нету где это делать где это делать поэтому по возможности если можете поддерживается нас финансово как бы по своим смотрите возможностям на главной странице там ссылочка под низом донати он лес для поддержки канала на главной странице канала и помните помогая нам вы помогаете другим как говорится вот фильм есть меч у них был манифест и вот у них одна из последних фраз мне очень понравилась как-то они сказали как-то сам не помнишь помоги помоги тому кто кто в себе разуверился вот что-то такое было вот не помню эту фразу как-то помнил но с головы вылетел поэтому помните помогая нам вы помогаете другим кто сейчас не может там финансово себе позволить психолога да и очень мало скажем так не очень много хороших специалистов а люди конечно живут не только в больших городах и районные города и небольшие городки и деревни и села и поэтому там же специалистов очень проблематично найти а вот в ютубе как бы информация доступ более доступно с интернета вот найти какую-то информацию поэтому вот такая взаимосвязь помогая нам бы помогаете и другим кто сейчас в этом нуждается как бы вот такая цепочка получается взаимовыручки взаимовыручки вот так так вопросы вопросы так никто задавайте еще вопросы если у кого-то они есть вот сегодня мало на канале потому что давно не проводили эфиры видно люди уже отвыкли либо до полюса вот эти временные тысячи почитай подписчиков только 11 человек присутствуют на на прямом эфире ну половина нет оповещений больше половины никто на оповещение никто не нажимает на колокольчик подписаться подписались колокольчик забыли нажать сейчас обязательно надо нажимать колокольчик для того чтобы тебе приходило оповещение есть новое видео проходит трансляции ты всегда будешь знать что идет трансляция на канале сразу же только вы нажали колокольчик все новинки у вас на канале абсолютно все новинки будете знать первыми не надо будет заходить и смотреть будет приходить оповещение окр укр так юля еще вот по вашему вопросу смотрите как возникает укр 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 возникает мысль становится навязчивой когда мы ее реагируем эмоции ей эмоции понимаете если к нам голову пришла мысль и мы ее испугались вот это и есть мы ее отреагировали и мысль потом становится навязчивой то есть она начинает нас постоянно посещать и что делает человек человек начинает эта мысль вызывает у него страх и он начинает пытаться избавиться от этой мысли но дело в том что мозг то так устроен чем больше мы пытаемся избавиться от мыслей от мысли тем настырнее эти мысли к нам лезут в голову понимаете вот как это работает вот как человек попадает один из моментов вот в окр понимаете просто он реагирует эмоцией страха некую мысль отреагирует некую мысль то бишь ситуация происходит ситуация от ситуации возникает мысли человеку то реагирует эту мысль страхом но также вот эти навязчивости то бишь тоже ошибки в мышлении вот эти убеждения тоже сопровождаются про укр вот как набожные люди когда когда мать там дочки либо сыну говорит вот тебе в голову не должны приходить богохульные мысли потому что в трактовке в убеждении матери у набоженных людей они все немножко по-своему трактуют и как бы мы там чистые мы у нас не дал не должно быть злых там помыслов то бишь вот этих плохих мыслей но дело в том что люди не понимают одной вещи одной вещи что человеку голову могут прийти абсолютно разные мысли абсолютно разные мысли вот и когда ты себе говоришь ко мне должны приходить только хорошие мысли у тебя появилась некая там богохульная мысль например обнаженная какая-нибудь актриса и парень реагирует на эту мысль как бы ой то есть отмечает ее эмоции страхом вот поведением потому что в его убеждении к нему не должны такие мысли приходить а здесь она появилась и вот происходит такая реакция и вот так люди попадают в окр пульсивно-компульсивное расстройство вот так страх сойти с ума симптом невроза да 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 это сим ольга это симптом невроза страх сойти с ума смотрите на тревожном расстройстве идут два страха два страха может быть либо тот либо другой это страх смерти и страх сойти с ума может быть либо тот либо тот могут быть два вот они как бы сопровождаются и страх смерти вот страх сойти с ума может быть и так и так это да это невроз тревожное расстройство простым словом это тревожное расстройство ну это там считает и неврозом там и так далее укр там тревожно-депрессивная там ну это уже такое различие идут но это все называется тревожное расстройство тревожное расстройство вот еще какие то есть вопросы 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 матросов нет вопросов вот у надо все знаете что никто даже вопросы не задает наверно по роликам уже все изучили полностью кпт поэтому не задают вопрос молодцы все знают хорошие ученики вот ну что тогда на на сегодня будем заканчивать нашу трансляцию раз у вас нет вопросов подготавливается вопросы к следующему разу только не знаем когда будет следующий раз у нас да не забудем поддерживать канал немножко грустим потому что не имеем возможности проводить так так как бы нам хотелось сойти с ума спасибо вот ведь волей так ну все получается вопросов нету да а вот еще окр неврозы депрессия фобии панические таки это все звенья одной цепи да это есть момент момент один одной цепи как вы сказали неправильных неправильного нашего мышления неправильных убеждений но смотрите еще такой момент еще такой момент кто туда попадает вот в эти расстройства это как правило люди мы имеем такую функцию при рождении генетически генетическое такое такое предрасположенность мы люди как вам сказать немножко восприимчивые такие эмоциональные как бы другими словами сказать у нас такая подвижная подвижная эмоциональная вот нервная система вот мы такие очень ну немного более восприимчивые чем есть пласт людей которых называют вот они такие как бы толстолобые вот чтобы не происходило вот его ничего не берет он все время такой вот неторопливый такой человек такой никуда не спешит ему вот как говорит что как то что что полбу что 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 лоб что полбу вот ему как-то нет более менее эмоционально скажем так реагируют ситуации но вот у нас есть есть да есть предрасположенность именно нашего вот эмоционального фона это заложено в генах наш мозг более как бы вот подобрать такое слово более более восприимчивые ситуации понимаете вот немножко более восприимчивые чем друг другое скажем так пласт людей которые более стрессоустойчивые у них мозг менее восприимчивый вот есть такая функция это уже чисто биологическая наша врожденная такая функция нашего мозга поэтому здесь какой-то процент имеет и наша биологическая предрасположенность так как поменять мышление как вам сказать как поменять мышление нужно понимать что нужно менять как менять и потом вот это делать понимаете вот вопрос как поменять мышление тренировкой мозга поменять мышление ну чтобы чего сейчас кажется dk а что как она там тренировать поэтому двух словах не ответишь как поменять мышление менять свои убеждения ну чтобы менять свои убеждения нужно понимать отслеживать изучать как ты мыслишь каким способом ты мыслишь какие какие у тебя слова присутствуют которые ты применяешь в своей терминологии часто вот например я должен я должна либо ты вешаешь на себя ярлыки я такая я такой понимаете вот такие аспекты то бишь это отслеживание своих слов своих слов которые мы применяем применяем своей терминологии то бишь в ежедневном в ежедневном своем разговорном стиле и таким способом ты вылавливаешь эти слова и убираешь их как бы убираешь со своего лексикона и второе формируешь новое мышление за счет понимания и замены убеждений вот как это работает то бишь это одним словом не ответишь так как поменять мышление понимаете это целая плеада цепочка работы чтобы поменять свое мышление само мышление это у нас есть нейросеть нейросеть вот это есть наше мышление наш мозг пластичен он хорошо тренируется он поддается хорошо тренировки но он зараза зараза лениво перетренироваться вот лениво перетренироваться он хочет вот так жить по старому думать по старому то что с ним то что с нами происходит не с ним происходит болевые ощущения у него у него как бы но я так говорю нету хотя мы через мост чувствую болевые ощущения и вот он живет по старой схеме как бы вот этим своим старым способом мышления у нас православной вере наоборот священники советуют не реагировать на такие мысли вот вы меня не услышали вот это и есть мы попадаем туда юлия когда мы реагируем мысль эмоции эмоция страха все мы и отреагировали и мозг ее запомнил как опасную понимаете как это происходит а все правильно священники советуют все правильно если мы мысль не отреагировали эмоциональному испугались этой мысли а вот она появилась и ушла все мы ей не придали значения то есть наша реакция на мысль это есть придавание ей значения понимаете если мы ее испугались отреагировали эту мысль все мысль становится навязчивой если мы ее не реагируем вот она пришла ушла вот она пришла мысль ну и ушла мысль все она не становится навязчивой и мозг ее как бы с другой стороны не воспринимает как опасную то бишь ситуации мы обозначаем своей эмоции ей эмоции через как сказать через мысль вот я сам сказал и теперь думаю что я сказал но я думаю я правильно сказал потому что возникает ситуация потом мысль а мы реагируем на ситуацию соответственно мы реагируем тоже на мысль которая к нам пришла по этой ситуации то бишь мы отреагировали мысль и это мысль она потом уже следующий раз когда появляется уже ситуации нету но мысль появляется как воспоминание той ситуации и все и мозг ее реагирует потому что мы ее отреагировали некой эмоции ей некой эмоции если мы улыбнулись вот она пришла мы и улыбнулись и она ушла то следующий раз когда она приходит мозг же ее запомнил что хозяин не боится этой мысли а наоборот он радуется этой мысли и и мозг не реагирует эту мысль понимается потому что она для него не страшно потому что мы ее не зафиксировали как страшную понимаете что-то пропало сбросить написали в этом инстаграме вот вот как это работает мысль становится навязчиво и она влияет на нас когда мы ее реагируем реагируем эмоции ей как правило вот этом страхом страхом и все и она тогда становится мозг ее уже интерпретируют как как бы скорее и мысли ситуацию как опасную вот там идет такой интересный момент как бы и саму мысль как опасную и ситуацию потому что мы ситуацию воспринимаем как бы через мысль ну мы видим ее через глаза мозгом видим через глаза ситуацию но мы ее воспринимаем как ситуацию скорее всего мозг ее воспринимает тоже как через ну через мысль и поэтому как делается сначала как бы отрабатывается и ситуации обесценивается и в тоже и в то же самое время нужно как бы обесценить саму мысль по этой ситуации вот как-то так это происходит понимаете вообще психологии это такая штука там можно вот влазить входить 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 это такого наука бесконечная вот меня иногда если надо настроить вот на эту волну на наши беседы то если во рту не пересыхает по этой теме можно разговаривать бесконечно бесконечно и в тот же самый момент меняя меняя как бы темы но темы все будут связаны именно с психологией там очень много чего интересного очень много чего интересного психологии и мы вот еще пока я затрагиваю тему ту которую вы понимаете потому что потому что вы с этим сталкивались и как бы это для вас обыденное но там еще есть другая сторона это уже сторона квантовая физика квантовая генетика энергетика уже энергетическая сторона сторона на нашего как бы существования то бишь мы существуем двух параллельях то есть не двух параллельях а двух своих сущностях это телесная энергия энергетика телесная вот мы видим мы можем пощупать покусать понимаете потрогать понюхать а вот энергетическую нашу сущность увидеть можно но тяжело тяжело хотя я смотрел ролик и реально видно реально можно увидеть энергетический фон человека человека но видно нужно специально такой фоновый момент именно где-то так масштабно может и так можно увидеть но интересный такой вот интересный такой момент и я смотрел ролик и когда человек рассказывал я реально начал присматриваться реально начал присматриваться и да реально вот смотрите где-то на два пальца на два пальца от тебя по контуру голову не берем а вот именно по контуру тела у нас есть энергетика то есть вот здесь есть биополе она не имеет такой яркости яркой выраженности как бы она напоминает такую вещь чуть-чуть имеет оттенок оттенок то есть цветовой оттенок он не яркий но все равно она имеет и такое вот ощущение когда летом едешь вот когда миражи на дороге вот оно как бы таким моментом испарение когда идет вот так как бы размывается вот примерно так вот это энергетическое поле у человека но видно вот если может даже вы увидите если сейчас фокусируетесь и присмотритесь на меня скажут ну мужики ерунду несет сейчас вот где-то на два пальца получается вот 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 так вокруг человека энергетическое поле есть энергетическое поле и это абсолютно это верю это абсолютно реальность потому что уже есть много информации которая это доказывает доказывает бывает так что нет сил бороться бороться нету сил да да и вот нету сил бороться у меня такое было и вот у меня был такая ситуация такой момент я сейчас вам расскажу но вот это я уже немножко полез в другую как говорится степ то что про энергетические вот квантовую физику квантовую генетику я находился в депрессии тебя вот эти мысли кроют тебя подавленность такая сильнейшая ты с ними работаешь у тебя вот кажется ну на долгом притяжении потом на вот что у тебя нету сил вот все я как бы сдаваться начало начал сдаваться я был я часто погружался в ванну в ванне как-то легче вот тревожность она чуть-чуть как-то переключала и полегче когда ты в такой горячей воде было полегче чуть-чуть и вот эти мысли и я как бы вот такое вот как будто ты вот на момент сдался все вот ты как будто на момент сдался и у меня был вот такой сильнейший всплеск изнутри это было не эмоции это сто процентов я на тот момент еще наверное либо только начал понимать что у нас есть эмоции либо только начинал работать либо еще вообще не знал про эмоции что их можно самому вызывать и поэтому это не было спровоцировано мной это было не эмоция это было не эмоция но хотя это очень схожие эмоции это был я потом это понял со временем когда я начал изучать думать на что это было и я понял после вот этого всплеска сильнейшего у меня настолько вот оно как бы изнутри вот меня выбросило и у меня такая афория было что вот как будто я стал как раньше но это было на мгновение это было считанные секунды и тогда мне как-то щелкнуло в мозгу что у нас внутри нас что-то есть то что то есть то чего мы не знаем и вот это я думаю я это начал я как-то начал понимать что у нас есть внутренние резервы организма вот я понял что это были внутренние резервы организма я как-то начал думать я начал верить что как бы мне нужно научиться их разбудить в себе что они как бы дремлющие вот это и есть энергия вот это была энергия и я думаю она просто у меня отчасти вот со всего моего тела некая часть этой энергии сконцентрировалась в одном месте понимаете именно это шло с района живота вот это был такой как бы всплеск вот это именно я думаю сбор вот как называется сгусток энергии понимаете вот это думаю было что-то наподобие этого и потом я дальше я потом практиковал я много чего с собой делал делал ну как немного чего делал но делал я вам расскажу что происходило но некоторые вещи до конца не делал потому что страшно становилось но вот вот это уже другая сторона я вам немножко уже сделал шаг туда туда про что я вам немножко говорил ранее пока мы я вам рассказываю про то про то что вы понимаете и как бы все равно отчасти знаете а вот сейчас я полез уже туда чего я думаю о чем вы даже не догадывались о чем вы даже не догадывались ну как говорит этот мужчина с передачи но это уже будет другая история вот вот ну вот на сегодня я думаю будем заканчивать эфир спасибо вам всем за присутствие за вопросы за то что у нас смотрите вот не забывайте ставить вот эти пальчики там лайки потому что это помогает каналу и по возможности поддерживайте нас финансово если у вас есть возможность ссылка в описании профиля прямо на главной страничке ссылка под профилем ссылка на донаты не обязательно тысячи закидывать два-три мороженого я думаю вместе можно пожертвовать каналу это вы поможете другим людям пользоваться каналом смотреть видео также развиваться на от вас тоже многое зависит ваша вот поддержка с этой стороны нам как бы руки развяжет руки понимаете вот вот это финансовая сторона спасибо сил нет бороться обманывает нас мозг обманывает нас мозг но поймите там борьба вот вы мне написали нет сил бороться но там нужно тоже понимать где принять то есть где не бороться где наоборот бороться и вот в этой фразе я не могу вам подсказать что делать на данный момент понимаете там тоже такие вещи они очень как вам сказать есть очень тонкие вещи их нужно понимать где что делать поэтому как бы мне тяжело вот именно с прописи подсказать что тяжело бороться где-то где-то наоборот нужно сдаться бороться нужно когда вы в депрессии находитесь вот там нужно бороться там действительно нужно бороться потому что вот эти негативные мысли они тебя подавляют вот там борьба а вот уже самой тревогой самой тревогой нужно понять что тревога это и есть вы и вы получается боретесь сами с собой чем больше вы боретесь вы больше выматываетесь смотрите мои ролики я там все рассказываю и пытаюсь рассказать не научным как бы язык языком терминологии хотя ее очень-то много научной терминологии сам не знаю а я пытаюсь рассказать простым обывательским языком чтобы простому человеку не сталкиваем уж не столкнувшемуся вот с этой трудностью в которой вы сейчас находитесь было проще понять потому что если забрасывать вот этими научными словами вот этой терминологии то ты просто смысла этого слова не понимаешь это для тебя ни о чем не говорит понимаете вот какие моменты ну все спасибо за внимание будем заканчивать эфир